Празднование Пасхи Празднование Пасхи Старная традиция – колечко колбаски в корзину к Пасхи Это 150, это 80, это 60 Колбасы в Дружковке на любой вкус Еще надо купить яйца По дороге с рынка осталось зайти за бутылочкой вина к праздничному столу. Дома Наталья подводит итоги. Когор 45 гривен. По акции в супермаркете пасочка полкилограмма 35 гривен. Десяток яиц 28 гривен фермерские яйца. На колбаске решили не экономить. Домашняя вкусная колбаса 180 гривен за килограмм. На рынках оккупированного Донецка паски всех размеров и форм. 45 рублей 300 граммовки. Такие по 250 грамм горлов поделают. Паска весом в полкило в среднем обойдется в 25 гривен. Паску большие хорошо покупали, а напоминальные дни маленькие. А вот продавцы украшений для пасок собственного производства жалуются. Торговля идет плохо. Перестали печь. Колбаса продается лучше. Уберут у нас отлично. А цены какие? Приемлемые. От 200 рублей и до 700. Есть на Донецком рынке и традиционная для пасхи домашняя колбаса. С маркировкой сделана в ДНР. Украины у нас нет. Яйца здесь тоже с местным ценником. А вот Кагор привезли с той стороны линии разграничения. На этикетке написано «Вино десертное солодкое червоне». Окупированный Луганск. Здесь полукилограммовая паска стоит 26 гривен. На рынок за колбасой, в магазин за Кагором. Отличное сочетание российского качества, европейского дизайна и очень доступной цены. Кроме российского спиртного, в Луганске можно купить, например, церковный винный напиток от Абхазской епархии. А яйца на какую-то? 500 рублей. Накануне Пасхи некоторые луганчане даже жаловались на предпраздничный ажиотаж. К сожалению, в нашем городе нет белых яиц. Белые яйца, на них легче наносится покраска. Пищевая краска тоже российская, из Краснодара. А в аннексированном Симферополе 500-граммовые паски в среднем около 47 гривен на рынках. Но в супермаркетах можно встретить и дорогие заграничные куличи. Здесь же и колбаса любая. Но на Пасху многие предпочитают покупать домашнюю фермерскую. От 600 и выше. Как и яйца. На крымский Кагор к празднику скидки. Массандра Кагор Портенит. Год урожая 2016. Стоит 345 рублей. Встречается в крымских магазинах и уникальная алкопродукция. Кагор Крымский Ливадия. Цена 99,99. И литровый напиток, что называется на любителя. Лимон номер один в России. Замечательно. Стоит 145 рублей. Упаковка многих пасхальных товаров тоже в русском стиле. Но встречается в аннексированном Крыму и продукция нероссийского производства. Откуда это кто-то делает? Западная Украина. Западная Украина. А как это сюда везут? Через Россию, спокойно. Без всех этих наклеечек. На Пасху мы с утра сходим в церковь, потом навестим своих близких, родителей, друзей. Ну а потом пожарим шашлык. Так где же пасхальная корзина самая дорогая в этом году? В Дружковке на скромный набор потратили 288 гривен. Чуть накладнее отпраздновали в оккупированном Донецке. 313 гривен. Пришлось заплатить больше в Луганске. 356 гривен. А дороже всех пасхальная корзина оказалась в аннексированном Крыму. 500 гривен. Накроем нашу корзинку украинским ручником. Всем светлой Пасхи. Христос Воскресе. Татьяна Овинникова, Донбасс Реалии, Радио Свобода.